Сентябрь 1995 года. Ирак. В штаб-квартире ООН в Багдаде раздался анонимный телефонный звонок. Звонивший за вознаграждение пообещал рассказать о секретных работах по созданию сверхточной баллистической ракеты, для которой режимом Саддама Хусейна уже закуплена партия гироскопов. Гироскоп — это сердце, система управления. Без гироскопа наши современные ракеты просто никуда не полетят. Они даже не взлетят. Инспекторы ООН срочно приступили к проверке всех грузов, следовавших в Ирак. 10 ноября на границе с Иорданией удалось перехватить партию из 240 гироскопов. Спустя месяц еще столько же высокоточных приборов были обнаружены в тайнике на дне реки Тикар. Огласка вынудила иракское руководство закрыть перспективный ракетный проект. Вот этот прибор называется гироскоп. Практически это мозг, который с точностью до 1 метра наводит многотонную баллистическую ракету на цель, действуя по принципу волчка. Раскрученный до 1000 оборотов в секунду гироскоп запоминает свое положение в мировом пространстве и корректирует полет ракеты в любую точку Вселенной. Нехитрый прибор был изобретен в 19 столетии французом Фуко. Тогда же австрийский инженер Обри установил его на морской торпеде. В нашей стране эти работы начались в 30-е годы прошлого века. Продолжаются они и по сей день. Здесь, на озере Селегер, на острове Городомля. Сегодня вы впервые узнаете тайну самого закрытого объекта и секрет удивительной точности российских баллистических ракет. Остров ракетных секретов 29 января 1939 года. Подмосковный полигон Софрина. Под руководством Сергея Королева в небо поднялась первая советская автоматически управляемая ракета под шифром Объект-219. Она пролетела по расчетной траектории всего 250 метров, а затем существенно отклонилась от цели. Проблема точности наведения ракет для ученых вышла на первый план. Но внезапный арест Королева и Вторая мировая война не позволили советским конструкторам завершить начатые работы. Совершенно секретно. 13 июля 1944 года. Москва. Председателю Совета народных комиссаров СССР Иосифу Сталину. По нашим сведениям в Германии разработано новое оружие. Управляемые ракеты Фау-2. Их испытывают в Польше под городом Дэвидсе. Когда войска Красной Армии обладеют этим районом, прошу допустить на полигон британских специалистов. Премьер-министр Великобритании Уинсток Черчилль. Сталина не удивила секретные телеграммы Черчилля. Завербованный советской разведкой сотрудник гестапо уже проинформировал Москву о немецком научном центре Пенни-Мюнде, где под руководством Вернера фон Брауна велись работы над ракетой Фау-2 с рекордной дальностью пуска 300 километров. К сожалению, разведка и английская, и наша не могли составить ясного представления о действительных масштабах этих работ. В 1944 году в Германии было налажено крупносерийное производство Фау-2. В штольнях подземного завода Нордхаузен узники концлагеря Дора собирали до 30 ракет в день. Летом были готовы к отправке на фронт уже 4000 Фау. Но их испытания в Польше выявили очень низкую точность наведения ракет. Невысокая была надежность гироскопических приборов. Поэтому они часто сбивались, как говорится, с курса и летели совсем не в ту цель, которая нужна была. Фон Браун начал доработку Фау-2. В качестве эксперимента он остановил на них систему управления от зенитной ракеты «Вассерпаль», которая наводилась на цель дистанционно-параде. Добиться лучших показателей точности конструктор пытался за счет снижения веса ракеты. Он впервые высказал идею о несущих топливных баках и отделении в полете головной части Фау-2. Ему прямо сказали, что сейчас война, сейчас нам вносить эти изменения некогда и не лезьте со своими идеями. Немцы были вынуждены отправлять Фау-2 на западный фронт без конструктивных изменений в системе управления. В результате из 4000 запущенных по Англии и Бельгии ракет только половина достигла целей. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы нанести им моральный и материальный исчерк. Точность там не столь важную роль играла. Главное было попасть в Лондон или в другой промышленный город. Эффект от ударов немецких управляемых ракет вызвал интерес в странах-союзницах по антигитеровской коалиции. Началась настоящая охота за создателями единственного в мире чуда оружия. Включился в нее и Советский Союз. Недалеко от острова Городомля стоит деревня Волговерховья, где берет исток река Волга. В 12 веке через эти места проходил торговый водный путь из Варяг в Греки. Во времена царя Алексея Михайловича эти места называли священными. Не случайно русские люди всячески оберегали их от врагов. Вот это знаменитый Игнач Крест. За несколько тысячелетий он стал символом непокоренного русского духа. В мае 1238 года дальше этих мест не продвинулось войско хана Батыя. Здесь русские воины били польских и литовских завоевателей. А в мае 1942 года именно здесь были остановлены отборные части вермахта. В том числе печально известная дивизия СС «Мертвая голова». По странному стечению обстоятельств, именно через эти места прошла невидимая линия противостояния в холодной войне между двумя сверхдержавами. В осенью 1944 года, когда войска Красной Армии заняли польский город Дебицы, Сталин не забыл о просьбе Черчилля. И британские специалисты вместе с советскими экспертами получили возможность обследовать ракетный полигон вермахта. Сталин дал соответствующие команды, но и не только англичане, но и мы были допущены к обследованию того, что мы были на этом полигоне. Британцы искали в Дебице детали систем управления, которые помогли бы им разгадать секрет наведения ракет Вау-2. Им первыми удалось обнаружить уникальные командные приборы, сложить их в ящики и опечатать. Однако сотрудники отдела автоматики советского института НИИ-1 Борис Черток и Николай Пилюгин в тайне от союзников решили изучить содержимое этих трофеев. Мы с Пилюгиным так всю ночь проработали с отверткой и пассатижами, стараясь не разрушить английских завязок, упаковки. И сумели разгадать, в чем состоит техническое существо системы управления ракетой Вау-2 раньше, чем это сделали англичане и американцы. Система управления Вау-2 состояла из трех приборов. В основе каждого находился гироскоп. Горизонт и вертикант корректировали полет ракеты в плоскости стрельбы. Интегратор просчитывал скорость, чтобы вовремя выключить двигатель. Более подробно изучить Пау стало возможным только после окончания войны. Секретно. 18 сентября 1945 года. Вашингтон. Начальнику штаба армии США генералу Джорджу Маршалу. Операция «Тромбон» прошла успешно. В расположение наших войск вышли 118 сотрудников ракетного центра Пеннеменде вместе с руководителем Вернером фон Брауном. Грузовым самолетом они отправлены в США. Командир 44-й фехотной дивизии полковник Джо Холмс. Осенью 45-го немецких ученых привезли на военную базу «Уайт Сэнс» в штате Нью-Мексико, где они начали работы над новой, более мощной и точной ракетой. Еще одним трофеем американских войск на подземном заводе «Нордхаузен» стали 100 новеньких Фау-2. Мы уже после американцев подбирали там остатки. Но надо сказать, что американцы не успели все утащить. Прибывшим в Германию советским ученым достались разрозненные детали от 10 ракет. Собрать из них хотя бы одну Фау-2 стало их главной задачей. Спецкомитет по реактивной технике при Совете министров СССР поручил возглавить эти работы Сергею Королеву. Главными конструкторами ракетных систем управления тот назначил Николая Белюгина и Виктора Кузнецова. В Германии удалось разыскать единственного неувезенного в США конструктора из Пенемюнде, Гельмута Гретруба. Он занимал ведущую роль в разработке системы управления в Пенемюнде. И надо сказать, что его рассказы, конечно, оказали нам помощь. То есть нам надо было начинать не с нуля, а с некой, так сказать, стартовой площадки, которую, будем говорить, изобрели немцы. Гретруб собрал группу авиационных инженеров. Они должны были помочь советским ученым воссоздать Фау-2 и на ее базе разработать новую, более точную ракету. К осени 46-го первые 10 ракет Фау были готовы. Летные испытания решили проводить в СССР. Ночью, 26 октября, 150 немецких специалистов вместе с женами и детьми, под вооруженной охраной, посадили в поезд и вывезли в Советский Союз на остров Городомля. Вот в этом добротном доме на острове жил руководитель немецкой группы Гельмут Гретруб. Он был уверен, что его везут в Советский Союз строить не боевую, а почтовую ракету для экстренной переброски почты из одного города в другой. Его жена, фрау Гретруб, согласилась ехать в Советский Союз только при одном условии. Если ей дадут взять с собой 100 ксена и двух коров. На родину, в Германию, семьи немецких ракетчиков вернутся только через 6 лет. В 1947 году на полигоне Капустин-Ярд начались испытания Фау-2. Основу системы их наведения составляли все те же немецкие приборы. Не случайно первый же пуск оказался неудачным. Ракета развернулась в 90 градусов и ушла в сторону Сарашова. Через минуту тревожная новость стала известна членам Государственной комиссии и разлетелась по всему полигону. Заместитель Берия, генерал Серов, обращаясь к нам, к конструкторам, как будто мы, значит, уже заведомо виноваты, говорит, вы понимаете, что с вами будет, если ракета дойдет до Саратова? Первая Фау отклонилась от цели на 180 километров. До Саратова она долететь не смогла. Ей просто не хватило топлива. Точность наведения остальных девяти ракет составила огромный квадрат 4 на 8 километров. Стало ясно, что комплекс командных приборов требует серьезной модернизации. В первую очередь это касалось гироскопов. В конце 40-х годов Николай Пилюгин возглавлял отдел автоматики НИИ-885. На его плечи и легла основная нагрузка по совершенствованию ракетных систем управления. Разработать для них более надежные гироскопы должны были сотрудники другого института, НИИ-10, под руководством Виктора Кузнецова. Пилюгин был главным конструктором систем управления. Виктор Кузнецов делал входящие элементы. Может быть они действительно главные приборы, которые чувствуют положение, являются мозгом. А все нервы и руки и ноги были в ведении Пилюгина. Стремясь опередить США и как можно быстрее получить носитель атомного оружия, Сталин приказал не вносить изменений в трофейную фауру. В результате первая советская ракета Р-1 стала ее полной копией. Параллельно на острове Городомля немецкий коллектив, не скованный таким приказом, разработал проект своей ракеты. Она отличалась удвоенной дальностью полета до 600 километров, радиокомандной системой управления, наличием несущих баков и отделяемой головной части. И мы сами начали работать над своей уже разработкой, над ракетой Р-2. Впервые на ней был реализован несущий бак и отделяющаяся головная часть. Запускать производство два одинаковых изделия не имело смысла, и проект Гретрупа прикрыли. В тот период отношения между СССР и Западом продолжали обостряться. В любой момент США могли нанести ядерный удар. Но ответить на него Советскому Союзу пока было нечем. Совершенно секретно. 20 августа 1953 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Николаю Булганину. В США с мыса Канаверал стартовала ракета «Редстоун», оснащенная ядерной боеголовкой мощностью 80 килотонн. Отклонение от цели составило всего 300 метров. В планах Пентагона переброска этих ракет в Западную Европу. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Советской Армии генерал-лейтенант Михаил Шалин. В начале 50-х годов куски американских ракет «Редстоун», разработанных Вернером фон Брауном, отличала высокая точность. Немецкий конструктор добился этого за счет установки принципиально нового бортового устройства — гиростабилизированной платформы. Если раньше на ПАУ-2 приборы наведения «Горизонт», «Вертикамп» и «Интегратор» крепились прямо к корпусу ракеты, то теперь их чувствительные элементы разместили на специальном подвесе. Что это дает? Это дает полную отвязку чувствительных элементов от движения самой ракеты. Это поняли и американцы на своих ракетах, начиная с «Минитмена», и поняли, безусловно, и наши специалисты, вне зависимости от того, как это поняли американцы. В качестве эксперимента первую советскую платформу установили на ракете «Р-2». Испытания закончились аварией. И Королев поспешил отказаться от нового перспективного устройства в пользу простейших, но уже отработанных приборов — «Горизонта», «Вертиканта» и «Интегратора». Сергей Павлович решил, что нет необходимости усложнять гироскопическую технику и выводить дополнительный элемент ненадежности. Новая ракета «Р-5», сменившая «Двойку» в 1956 году, уже несла ядерный боезаряд. Чтобы увеличить ее дальность до 1200 километров, пришлось убрать хвостовое оперение. Управлять динамически неустойчивой ракетой старые приборы уже не могли. Тогда и пригодилась немецкая идея о наведении ракет по радиолучу. Это была очень уязвимая система, поскольку противник мог элементарно создать помеху, которая бы просто прервала этот процесс определения радиовведения. Переход от радиокоррекции к автономным системам управления для советских конструкторов стал задачей номер один. С той же проблемой столкнулись и американские специалисты во время работ над межконтинентальной ракетой «Атлас». В США приборы наведения разрабатывал Чарльз Дрейпер. В середине 50-х он подготовил секретный доклад, в котором предложил изготавливать перспективные поплавковые гироскопы. Это приборы, чувствительница которых изолирована от сил трения за счет плавания самого чувствительного элемента в жидкости. Благодаря научно-технической разведке секретный доклад Дрейпера стал известен в СССР. Но вдруг выяснилось, что поплавковый гироскоп в Советском Союзе уже разработан. Еще в 1949 году выпускник МВТУ имени Баумана Леонид Ткачев оформил авторское свидетельство на этот уникальный прибор. В КБ Кузнецова в срочном порядке начались работы по его усовершенствованию. Новый гироскоп доставил конструкторам много хлопот. Оказалось, для его производства необходимы особые условия чистый воздух и сейсмическая стабильность грунтов. Стали искать такое место в СССР. В список роковым образом вновь попал остров Городомля на Селегере. Именно там, в конце 50-х, и был открыт уникальный завод «Звезда». Мы находимся в одном из самых секретных цехов, где собирают уникальные высокоточные гироскопы. Здесь должна быть кристальная частота. Даже пятимикронная частица приводит к заклиниванию деталей конструкции. Тогда чувствительный прибор дает сбой, и ракета существенно отклоняется от цели. Поэтому сотрудники предприятия каждый день проходят спецконтроль. Им выдается вот такая стерильная спецодежда. В конце 50-х годов первые поплавковые гироскопы собирали на «Звезде» из драгоценных металлов золота, серебра и очень редких природных материалов. Гироскопы весили чуть больше килограмм. В итоге приборы оказались очень дорогими в производстве. По цене каждый гироскоп не уступал легковому автомобилю. Сотрудникам «Звезды» было строжайше запрещено рассказывать о своей работе. Остров Городомлю снова обнесли колючей проволокой. А про деятельность закрытого предприятия стали ходить небылицы. Говорили поланекдоты, рассказывали, что тут подземные аэродромы, что здесь цеха под землей. Технологи-инженеры завода «Звезда» оказались пионерами в области создания поплавковых гироскопов. В США эти высокоточные приборы существовали только лишь на бумаге. Но сразу наладить на острове крупносерийное производство не удалось. Гироскопы собирали поштучно и только в качестве опытных образцов. Требовалось время, чтобы проверить правильность конструкторских решений. Ошибки были, были и отказы. В течение года у нас отрабатывалось и изготавливалось порядка до 17 типов приборов. Альтернативы радиокоррекции полета ракет не было. Первая советская межконтинентальная Р-7 все еще имела систему радиоуправления. Ее точность удалось повысить всего до 3,5 километров. Ракета наводилась на цель с трех наземных пунктов. По требованию разработчиков два из них должны были находиться в 250 километрах по обе стороны от места старта. Они корректировали боковые отклонения ракеты. Третий пункт наведения предполагалось разместить на удалении 500 километров. С него выдавали команды на выключение двигателя. Эти станции конструкторы в шутку прозвали радиоусы и радиохвост Р-7. И надо было при выборе полигона учитывать возможность размещения нужного размещения этих станций. Тогда Жуков командой руководил Министерством обороны и военные в устояем массе говорили это не наш вопрос надо дать Академию наук но Академия наук сказала что мы не справимся с этой задачей так оказалось всего ли судя по военной управляли всей этой группировки. 4 октября 57 с Байконура успешно стартовала ракета Р-7 которая вывела в космос первые в мире пока еще не управляемые спутники. Совершенно секретно 18 августа 1960 года Москва первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву На территории СССР обнаружена спускаемая капсула с американского разведывательного спутника Discovery В ней находилась фотопленка со снимками ракетного завода в Биске и других секретных объектов Председатель КГБ СССР Александр Шелекин Чтобы проводить фотосъемку Discovery должен был уметь ориентироваться в пространстве Стало ясно что американцы первыми создали управляемый космический аппарат Хрущев был в ярости и приказал ускорить работы по системам управления для советских спутников Восход Орбитальной навигацией занимался в московском ОКБ-1 отдел Бориса Раушенбаха Именно он наладил для ракеты Королева гироскопический прибор стабилизации Но работать над новым заданием правительства в полную силу конструктор не мог У него было в то время дело два студента только А больше не на кого было ему опереться Легостаев Виктор Павлович не здравствующий И я Вот он дал нам задание Раушенбах предложил Евгению Токарю в качестве дипломной работы подумать над устройством которое могло бы управлять полетом космического аппарата К удивлению своего научного руководителя студент московского физтеха такой прибор изобрет Его назвали гироорбитант Это был простой гироскоп оснащенный системой коррекции Специальные датчики выставляли Волчок строго перпендикулярно орбите спутника и ему задавалась недостающая координата коса Он летел как-нибудь богом и задом наперед и система никак не реагировала без гироорбитанта А гироорбитан брал на себя вот эту функцию Изготовить гироорбитан своими силами ВОКП-1 не могли Необходимо было задействовать мощности завода звезда на острове Городомля Гироорбитан установили на разведывательную модификацию восхода спутник Зенит-2 26 апреля 1962 года он был выведен в космос и успешно провел фотосъемку военных объектов на территории США Система управления предложенная токарем стала классической для всех Зенитов и восходов Но сам разработчик остался в тени Суджо Это секретные же дела были все засекречено И так широкую известность я не должен был знать Я отдал приказ чтобы немедленно были предприняты следующие меры Первое Чтобы остановить наращивание наступательных вооружений на Кубе вводится строгий карантин на все корабли везущие любые военные грузы на Кубу 14 октября 1962 года американский самолет разведчик У-2 обнаружил на Кубе в районе Гаваны советские баллистические ракеты В течение 15 минут стратегические силы США были приведены в полную боевую готовность и взяли под прицел Москву В ответ Хрущев приказал подготовить к старту на космодроме Байконур межконтинентальную ракету Р-7 и нацелить ее в сторону Америки этот технологически сложный процесс занял целых 12 часов помимо заправки семерки топлива львиная доля времени требовалась на раскрутку гироскопов в системе ее управления до 60 тысяч оборотов в минуту Я был еще тогда подполковник и главнокомандующий ракетными войсками маршал Бирюзов приехал в главный штаб возбужденный и сказал принято решение пристыковать ядерные боеголовки вот был период тяжелый Когда Карибский кризис миновал советская разведка смогла добыть сведения о том что гироскопы на американских ракетах Титан вращаются непрерывно во время всего дежурства и обеспечивают точность стрельбы полтора километра Крущев потребовал срочно разработать ракету с подобными характеристиками Крущев он любил всякие новинки и он любил разбираться он уникал очень глубоко и становился специалистом Главный конструктор НПО машиностроения Владимир Челомей предложил Хрущеву проект межконтинентальной ракеты УР-100 с полностью автономной системой управления без радиокоррекции ракету оснастили поплавковым гироскопом с ресурсом работы 10 лет современной стабилизированной платформой и аналоговым счетно решающим устройством Время время приведения УР-100 в боеготовность составило всего 3 минуты а точность стрельбы повысилась до 1400 метров она стала первой ракетой которой СССР мог эффективно ответить на ракетно-ядерное нападение когда в 65 году ракету поставили на боевое дежурство пошли отказы поплавковых гироскопов стали искать причину оказалось разработчики не учли что при высоких температурах поддерживающая жидкость может менять свои свойства приборы срочно доработали однако аварии во время испытаний продолжались летом 1967 года в Перми на одной из пусковых установок ракеты ГУХ-100 раздался взрыв сотку выбросило из шахты и она разрушилась поздно в подземном пункте управления на боевом дежурстве находился расчет из 10 человек военнослужащие получили ожоги и травмы разной степени тяжести по одной из версий боевой расчет перепутал разъемы при подключении бортовых приборов к наземному оборудованию это все подтвердилось на комплексном стенде для устранения данного замечания нами было подготовлено соответствующая директива подписанная главному управлению ракетных войск об нерастыковке данного разъема ровно через месяц уже в Красноярске на пусковой установке УР-100 снова прогремел взрыв однако на этот раз ракета развалилась прямо в шахте погиб весь боевой расчет 11 человек когда на место аварии прибыла следственная комиссия обнаружилось что злополучный разъем несмотря на запрет отстыкован нарушение директивы военные объяснили очень просто чтобы снизить риск конструкторы скрепили разъемы металлическими тросами но бортовую аппаратуру по-прежнему проверяли вручную калибровать приборы наведения в автоматическом режиме аналоговые счетно решающие устройства тогда еще не могли за рубежом такую работу уже выполняли цифровые ЭВМ а в Советском Союзе дискретных вычислительных машин еще не было совершенно секретно 15 августа 1968 года Москва министру обороны СССР маршалу Советского Союза Андрею Гречко в США запущена межконтинентальная ракета Минитмен-3 с разделяющейся головной частью и боеголовками индивидуального наведения ее высокую точность 210 метров обеспечила цифровая ЭВМ НС-20 которая содержит 3000 интегральных микросхем с объемом информации на несколько полетных заданий начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил СССР генерал-полковник Петр Ивашутин Руководители 35 государств собрались для обсуждения коренных проблем мира, безопасности и сотрудничества В выступлениях глав делегаций было выражено общее стремление сохранить и упрочить мир обеспечить народам Европы прочную безопасность расширить общеевропейское сотрудничество Огромный интерес всех участников совещания всей мировой общественности вызвало выступление главы делегации СССР генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Он подчеркнул важность провозглашения справедливых принципов отношений между государствами Лето 68 года вошло в историю вводом войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию и ожесточенными боями американцев с вьетнамскими партизанами которых поддерживали Москве Растущее противостояние Запада и Востока требовало от СССР укрепления обороноспособности в том числе создания высокоточного оружия Очевидной была необходимость в совершенствовании вычислительной техники Она должна была в масштабах реального времени фиксировать данные поступавшие от гироприборов ракет и рассчитывать траекторию полета в соответствии с заложенной в память компьютера Все это позволило решить вычислительную машину от которой требовалось помимо соответствующего быстродействия значит безусловно надежность и стойкость к спецвоздействиям типа ядерных Первая советская цифровая ЭВМ А-100 была создана в рекордно короткий срок Уже в 1971 году ее начали испытывать на борту новой межконтинентальной баллистической ракеты СС-18 в конструкции Михаила Янгеля и Владимира Улкина которую на западе прозвали Сатана Ракета имела разделяющуюся головную часть с 10 ядерными блоками Каждый из них наводился на цель с точностью 400 метров Полетные задания закладывались в память компьютера поэтому время приведения Сатаны в полную боевую готовность составило всего 30 секунд Для предстартовой калибровки командных приборов боевым расчетам уже не нужно было вручную подключать наземное оборудование Все это осуществляется автоматически благодаря так сказать заложенных в памяти значит алгоритмах и в соответствии значит циклограммами которые тоже внутри этого цифрового вычислительного комплекса Специально для МБР Сатана был сконструирован уникальный интегратор внутри которого крутились уже два гироскопа таким образом погрешности чувствительных элементов были сведены к минимуму В 1988 году на вооружение США уступили новые межконтинентальные ракеты МЭТС с революционной точностью стрельбы 100 метров Столь высокие показатели обеспечила оригинальная плавающая платформа В отличие от обычных стабилизированных платформ она не имела карданных подвесок Перилевая сфера которой крепились гироприборы помещала специальную поддерживающую жидкость и могла без ограничений вращаться в любом направлении Такое же устройство было создано и в Советском Союзе Сложнейшими работами руководил Виктор Кузнецов В КП Кузнецова были изготовлены пять опытных образцов Но разрушение в 90-е годы советского оборонно-промышленного комплекса заставили конструкторов свернуть работу Кризис докатился и до ракетного острова Городомля В начале 90-х завод «Звезда» стал единственным в стране да, пожалуй, в мире производителем сверхсовременных гироскопов Самым чувствительным элементом в них стал уже не волчок а лазерный луч Таким образом полностью исключались погрешности возникающие из-за трения деталей и полет ракеты стал намного стабильнее Однако после пяти лет их успешной эксплуатации уникальную технологию неожиданно продали в Китай включая техническую документацию и новейшее оборудование посчитав что нашей стране такие навигационные средства почему-то не нужны К началу 21-го века у российских военных сформировалось ошибочное мнение что время поплавковых гироскопов прошло ведь комплексы с навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС высокую точность стрельбы могут обеспечить даже простейшие измерительные приборы подобные навигационные системы они все-таки подвержены внешним воздействием наши ракеты должны стартовать и попасть в цель независимо от того окажут ли какое-то воздействие со спутников или других объектов которые нам сейчас может неизвестно в настоящее время главной составляющей стратегических ядерных сил России является подвижный ракетный комплекс Тополь-М с точностью стрельбы 350 метров мы добились что точность ракет падения головных частей она соизмерима с точностью артиллерийских систем которые стреляют в расстоянии 10-15-20 километров мобильный ракетный комплекс Тополь-М способен производить пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования поэтому комплекс оснащен двумя системами управления которые были разработаны в научном центре автоматики и приборостроения имени Пилюгина одну как обычно разместили на борту ракеты а вторую на пусковой установке впервые в практике мирового ракетостроения навигационная задача решалась не только в воздухе но и на земле там разные конструкции разные наборы этих чувствительных элементов но основа в принципе одна и та же в основе системы управления МБР Тополь-М все тот же поплавковый гироскоп только теперь он весит не один килограмм а всего 85 грамм альтернативы ему пока нет российские войска стратегического назначения продолжают надежно нести боевое дежурство прикрывая страну от потенциальных противников декабрь 2003 года США заместитель министра обороны Дуглас Фейт впервые официально огласил решение администрации Буша разместить американские военные базы противоракет на территории Польши и Чехии эта информация не застала руководство вооруженных сил России врасплох на базе стратегического комплекса Тополь-М разработана более мощная и точная межконтинентальная баллистическая ракета ЯРС систему управления для нее спроектировали на острове Городомля в МПЦ автоматики и приборостроения это очень серьезные комплексы которые не являются ответом на систему ПРО но для которых что есть система ПРО что нет и безразлична потому что они как я уже говорил работают на гиперзвуки меняют траекторию по курсу и по высоте при создании этой ракеты были использованы принципиально новые технические решения это модернизированные машины последнего так сказать класса нашего это Бисер 6 значит это гироблоки мы применяем новые провода для кабельной сети которые легче то есть решение задач по уменьшению весовых характеристик и надеж систем мы решаем обязательно это на любом новом комплексе мы двигаемся вперед географическая асимметрия с вооружениями стран НАТО заставляет российских конструкторов ракетных систем управления искать все новые решения которые способны повысить возможности отечественных сил стратегического сдерживания за последние 20 лет оборонная промышленность россии пережила несколько этапов реформы в результате по многим направлениям производства вооружений страна оказалась отброшенной на десятки лет назад даже сегодня можно услышать отдельные голоса о ненужности восстановления военной экономики но как сказал народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров если ты выстрелишь в прошлое из пистолета будущее выстрелит в тебя из пушки эту аксиому помнят те кто полвека назад закладывал и продолжает сейчас совершенствовать ракетный щит нашей страны в том числе и здесь на острове Городомля Субтитры сделал DimaTorzok